В интернете за сутки его посмотрели миллионы человека, а создатели машины получили около тысячи деловых предложений. Вот так эта супермашина преодолевает любые препятствия, делает полицейские развороты, продирается сквозь лес, выпрыгивает из болот. Машина-зверь из семейства вездеходов определенно. Шерп-царь. Его изобретатель сам, путешественник. Когда исчерпал возможность всех существующих машин и понял, что они несовершенны, просто изобрел свою. Шерп – это сбалансированная машина. Нельзя брать отдельно колеса или отдельно двигатель, ходовую часть. Это все вместе. Самое главное, что обеспечивает вездеходу проходимость – это шины. Каждое колесо, как надувная лодка, бескамерные шины, накачанные выхлопными газами, при необходимости способны очень быстро сдуваться и надуваться снова. Выдерживают вес самой машины 1300 килограмм и груза, еще тонну на воде. Шерп – реальная амфибия. Можно пускаться в плавание. И расход топлива считается, как у катеров – полтора литра дизеля в час. Пулевой дороги развивает скорость 45 километров в час, по воде – 6 километров в час. Машина способна въезжать в гору под углом 35 градусов. Это по документации. Но по факту все гораздо серьезнее. Вездеход не на гусеницах и все же полутанк. Руля нет. Есть рычаги, которые при повороте тормозят либо правые, либо левые колеса. Такой славы создатели не ждали, когда ролик с двумя мощными вездеходами выложили в интернет за одни только сутки. Он собрал более двух миллионов просмотров и уже серьезно сполошил зарубежные СМИ. Мы в России находимся в СМИ. Алексей Геннергаршин. Так, как из СМИ. СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...